Приветствую вас многоуважаемые дамы и господа, меня зовут Майя и сегодняшнее видео будет посвящено разговору о российских брендах косметики. Конечно же наше советское наследие не оставляет нас в покое и принято считать, что в России ничего хорошего делать не умеют, но я очень рада тому обстоятельству, что в последнее время эта парадигма уже немножечко разрушается. Несмотря на то, что в советское время из каждого утюга вещалась концепция о самодостаточности и состоятельности всего советского населения, все равно все втайне мечтали о японском магнитофоне и югославских сапогах, как совершенно справедливо отметил Алексей Пивоваров в последнем выпуске редакции. Можете посмотреть, если вам интересно, если вы почему-то еще не смотрите, потому что это конечно фантастическая журналистская работа из раза в раз. Переломный момент, когда мы все переходили от перестройки, нищеты, кризиса, дефолта к нормальным рыночным отношениям, конечно же ничего действительно не было, это чистая правда, но потом со временем, шаг за шагом Россия смогла наладить производство много чего и косметики в том числе, а за последние 10 лет так мы вообще совершили буквально квантовый скачок в этом направлении и сегодня я с удовольствием с вами поделюсь своими мыслями на этот счет. Давайте начинать! Итак, сегодня я буду вам рассказывать о нескольких российских брендах, которые на мой взгляд заслуживают отдельного пристального внимания. Я постараюсь обозначить определенные продукты, определенные товарные категории, которые можно смело назвать сильной стороной того или иного бренда. И давайте начнем с бренда Шик. Наталья Шик, основатель бренда, конечно же, очень одаренный визажист и в свое время, пока она еще не была известна, только ленивый не повторил ее известный зеленый макияж, который вы сейчас видите у себя на экранах. Потом многие, конечно, поняли, что наглоскому низдили этот образ и, конечно же, все перед Наташей извинились, потому что поняли, что это не какой-то неизвестный никому мастер, а это уже человек с серьезным именем, со своим брендом. В общем, Наталья поступательно, постепенно расширяла ассортимент средств, представленных у нее в бренде, и я, конечно же, тоже не применула попробовать. Среди того, что выпускает Наталья, у меня есть кисти. Многие из них весьма неплохи, просто отличные, но одна кисть, наверное, к сожалению, скорее всего попадет в видео о разочарованиях, которых, к счастью, не так уж много, но, к сожалению, именно кисть для подводки от бренда Шик обязательно туда попадет, потому что она позиционируется как кисть, которая рисует вам стрелки сама, без ваших усилий, и, в принципе, поначалу было именно так, но она очень быстро пришла в негодность. Это, конечно, безобразие. Я не знаю, в чем причина. Возможно, что была какая-то бракованная партия, либо просто глобально как-то конвейер был настроен недолжным образом, ненадлежащим, вернее, образом, но факт остается фактом. Наталья, конечно, производит и карандаши для губ, и карандаши для бровей, а самое интересное, что у Наташи есть целая линейка по уходу за бровями, по коррекции, окрашиванию бровей, пинцеты, их на баночки, оксиданты. В общем, это целая большая линейка, с которой Наталья объездила просто все города и веси. Но что я заметила? Почему-то я не вижу, чтобы этими средствами кто-то работал. Вот как все работали преимущественно рефиктоцилом, и я в их числе, так почему-то и работают. Вот мне будет очень интересно, если меня смотрят профессиональные бровисты, пожалуйста, напишите в комментарии, пробовали ли вы хну от шик, все вот эти причиндалы бровные, и если да, то почему пользуетесь, а если не пользуетесь, то тоже почему. В общем, как-то мне кажется, что то ли недооценили, то ли качество не дотянуло до необходимого уровня, ну, в общем, вот как-то так. Недавно Наталья пополнила свою линейку тональными основами. Я видела совместное видео Натальи с Натальей на MUA. Они там пробуют этот тон. В общем-то, вроде бы все выглядит неплохо. Ну, вот как-то, знаете, кажется мне, что Наталья так резко рванула, и она была на таком подъеме, и почему-то потом этот подъем сменился каким-то абсолютно вот таким ровным развитием. А как мы знаем, это стагнация. Стагнация – это нехорошо. Ну, будем следить дальше за развитием бренда. Я надеюсь, что все-таки они заявят о себе помощнее. Следующий бренд, о котором я хочу с вами поговорить, это Романова Мейкоп. С Олей Романовой я знакома лично, и об этом я с удовольствием рассказала в своем видео, в котором я показываю мастер-класс «Как клеить пучки». И делаю я в видео это именно с пучками Оли, потому что Оля была своего рода инноватором. Она сделала пучки на плоской основе, которые не перекручиваются вокруг собственной оси, и их крайне удобно клеить. Они очень качественные, они не расползаются, когда их стягиваешь с этой клейкой основы из кейса. В общем, Оля молодец. На мой взгляд, чем наиболее ценен бренд Оли? Потому что, если кто понимает, как выглядит Оля, Оля прям самая настоящая блондинка, прям русская красавица, прям белая-белая. А как мы все знаем, девушки со светлыми волосами, со светлой кожей постоянно жалуются, что не могут найти себе подходящие средства. Либо они на них рыжат, краснят, в общем, всегда не тот оттенок. А Оля, как настоящая блондинка, посвятила этому огромное количество времени и усилий для того, чтобы разработать именно подходящую линейку для светлых девушек. У нее в линейке есть и подходящий скульптор, и подходящие помады. Самое главное – это подходящие карандаши для бровей. Причем, если сейчас мы видим, что, в общем-то, многообразие средств настолько широкое, что мы можем, наверное, любой уже оттенок найти, то на тот момент, когда Оля только-только затевала свой бренд, она была, в общем-то, пионером. И это стало настоящей находкой для наших красавиц. Помимо всего прочего, конечно же, у Оли есть потрясающие кремовые продукты. У нее есть кремовые тени. В общем, этот бренд заслуживает вашего внимания однозначно. Если вы еще никогда ничего не пробовали из бренда Романова Мейкоп, то обязательно попробуйте, вы не пожалеете. Третий бренд, о котором я вам с удовольствием поведаю – это Людовик. Этот бренд основала известный визажист Людмила Тараканова, которая в свое время была ведущим тренером школы мейкап-ателье в России. Людмила выпускает в основном кисти. У нее, конечно же, есть и ресницы, которые она, по-моему, уже вывела из продажи. Есть и чехлы для кистей, есть какие-то средства для очищения кистей. Но что важно, это то, что, пожалуй, Людмила практически пионер производства кистей в России. Наверное, до нее производством могли похвастаться только Валериде. Очень уважительно тоже отношусь к этому бренду. У них очень неплохая продукция, но это был некий ограниченный арсенал. Но он все же был, достойного качества. А Людмила, пожалуй, первая начала ездить по мировым выставкам, выбирать новый ворс, разрабатывать новые формы. В общем, это огромный пласт работы, который она проводит из года в год. И, наверное, бренд Людовик – это один из многих, у которых еще остались кисти из Соболя. Это большая редкость, потому что в основном что сейчас? Стоклон, Белка, Коза, ну, в общем, вы все это наверняка знаете. А Соболь – это очень стрессоустойчивый и ноский ворс, которым можно делать очень многое. И если вам интересно, зайдите на официальный сайт Людовик Брашес и посмотрите. По-моему, сейчас остатки этого Соболя распродаются с огромными скидками, потому что Людмила приняла решение больше не производить эти кисти, потому что они адски дорогие в производстве, и она работает буквально себе в убыток. Поэтому не упустите момент. Это реально очень крутой инструмент, которого вам хватит на всю жизнь. Это очень износостойкий ворс. И подход, конечно, Людмилы, он заслуживает высочайших похвал. Если вы видели когда-то, как Людмила работает, насколько у нее отточенные и выверенные движения, насколько она вообще понимает, как, чем наносить, какими формами, каким ворсом, как добиться того или иного результата. В общем, я просто восхищаюсь Людмилой. Ну, помимо всего прочего, она, конечно же, неземная красавица. Ну, в общем, зайдите, посмотрите. Четвертый бренд также занимается производством кистей. Причем это производство такое кулуарное. Речь идет о Евгении Косметикс. Российский визажист Евгений Локьяненков открыл свой бренд кистей. И примечательно то, что каждая кисть производится вручную его собственными руками. То есть любой продукт, который вы купите от Евгения, это будет в любом случае эксклюзив. Потому что ручное производство не предполагает какой-то поточной такой штамповки, однотипной. И даже если это один и тот же тип кисти, это все равно каждая будет по-своему эксклюзивна. Ну, понимаете, о чем я. Еще Евгений делает тоже своими руками очень красивые кофры для кистей. И там вообще просто нет повторений. Там каждый кофр эксклюзивный. Это просто потрясающе. И Женя, насколько я знаю, так же, как и Людмила Тараканова, очень часто практикует сборку кистей из Соболя. И у него есть легендарная кисть, которая есть, пожалуй, у каждого именитого визажиста. Это кисть для нанесения тональной основы. Такая скругленная, толстенькая, плоская. Вот так ее, наверное, можно охарактеризовать. Стоят они, конечно, недешево в связи с тем, что это ручное производство. Но они того стоят, поверьте мне. Пятый бренд, о котором я вам расскажу, это, конечно же, Тами Танука. Это знаменитейшие рассыпчатые пигменты. И, пожалуйста, обратите на них внимание в случае, если вас пленили, например, металлические дуохромные тени от Наташи Диноны или еще что-то адски дорогое, потому что на российском рынке все это уже есть в рассыпчатом виде. Вы можете при желании это смешать с любой жидкостью для смешивания пигментов. Там, не знаю, Ingloduraline, Criolan, еще что-то. Да даже с блеском бесцветным, с каким-нибудь липглассом от MAC вы можете это все замешать. И вы получите восхитительную кремовую текстуру, стойкую, нестойкую, как вы захотите, вы сможете это отрегулировать. Но диапазон оттенков там настолько широк, что у вас просто закружится голова. Дуохромы, мультихромы, переливающиеся. В общем, это потрясающе. Зайдите обязательно в Instagram Tami Tanuka. Оцените это все великолепие. Это действительно стоит вашего внимания. Шестой бренд, о котором я хочу вам поведать, это марка российская, которая производит инструменты для волос. И называется она RIF. Это мое открытие. Узнала я об этой марке благодаря преподавателю по прическам, Алине Ярцевой. Если бы я не была знакома с Алиной, наверняка я бы никогда не узнала. Вероятнее всего, потому что у марки ограничен бюджет на продвижение. И в основном они продвигаются с помощью творческих партнеров, таких как Алина. В общем, у них нет никакой массивной рекламы. И наверняка многие просто не знают об их существовании. Но факт остается фактом. Их инструменты, при том, что они в 3-5 раз дешевле, чем любая марка, которую вы наверняка знаете, типа Babyliss, Valera, Remington. Но качество вот этих инструментов, оно просто на две головы выше, чем то, что я назвала. Дизайн просто восхитительный. У меня нет ни одного нарекания. И если вы не новичок на моем канале, то наверняка вы заметили, что в нескольких видео я делаю себе прическу именно этими инструментами. Поэтому, если перед вами встала задача приобрести себе тот или иной инструмент для укладки волос, смело идите и берите риф. Не тратьте по 15-20 тысяч на Babyliss или Remington или уж не дай бог Дайсон, упаси меня, господи. Вот, поэтому супер, просто супер. Настоятельно рекомендую. Седьмой бренд, о котором я вам расскажу, это, конечно же, N-Beauty. Создатель бренда Анна Карташова также является профессиональным визажистом и стала она известной благодаря тому, что начала выпускать кисти. Причем не простые, а японского качества. То есть производство находится в Японии. Это достойная замена Хокухода, Чикухода и прочим брендам, которые мы с вами прекрасно знаем. По стоимости они, конечно же, совершенно не дешевые. Они сопоставимы с этими японскими брендами, которые я назвала. Но с точки зрения патриотизма, конечно же, гораздо приятнее купить кисти у Анны Карташовой, чем у Хокухода. Тем более, что они есть в доступе. Пожалуйста, в Москве, в городах-миллионниках. Везде это есть. Есть доставки. Чем ждать из Японии, там, не знаю, месяц или сколько они идут. Ну и, конечно же, Анна недавно выпустила свою декоративную линейку, которая состоит из двух палеток теней. Одна похолоднее, другая потеплее. И хайлайтера. У меня на канале есть соответствующее видео, где я тестирую палетку For Him. Это которая холодная. И там же я разыгрывала палетку For Me. Этот розыгрыш, конечно же, давно завершен. Но, тем не менее, если у вас есть желание, вы можете пойти посмотреть. Я вам хочу сказать, что эта палетка, она просто моя любимая. Потому что она, во-первых, компактная. Во-вторых, у нее обалденная упаковка. Она, правда, маркая. Она залапывается и заляпывается. Но это не мешает мне ее любить. И третье. Там тени просто феноменального качества. Вот для того, чтобы взять с собой куда-то в поездку, это просто идеально. Хайлайтер, как у нас принято говорить, видно из космоса. Вот он, кстати, у меня сегодня на лице. Не знаю, будет ли видно. Надеюсь, что да. Потому что максимальное количество комплиментов я получаю именно тогда, когда на мне нанесен хайлайтер N-Beauty. Это потрясный хайлайтер на бесцветной базе с мелко-мелко дисперсными золотистыми блестками. Я его просто обожаю. И он настолько плотно спрессован, что он вообще не пылит. И я уверена, что даже несмотря на то, что я профессиональный визажист, мне кажется, этим хайлайтером будут мои внучки еще пользоваться. Он очень экономичный. Поэтому обязательно ознакомьтесь, обязательно посмотрите. Это просто супер. Ну и, конечно же, восьмой бренд. Наверняка те, кто смотрит мой канал давно, могут задаться вопросом, почему же я молчу про свой любимый Pro Makeup Lab, который я упоминаю просто в каждом своем видео. Я решила его, конечно же, оставить на десерт. Это глубоко уважаемый мною бренд. Он базируется на производстве Artvisage. Это один завод, одно производство. И этот бренд я просто обожаю за их вдумчивый подход и высокотехнологичность. Это настолько продуманное все, начиная от упаковок, к которым у меня, правда, есть некие замечания, но я думаю, что это дело времени, до составов, до того, как это все работает. В общем, это просто супер. Если вы профессиональный визажист, либо вы уже искушенный пользователь, и вы считаете, что вы видели уже все, вот я вам рекомендую попробовать Pro Makeup Lab. Вы поймете, что самого лучшего вы еще не пробовали. Наверное, осталось только бренду выпустить какую-то палетку теней, и все, они будут укомплектованы полностью. Но я в них не сомневаюсь, и я практически уверена в том, что со временем они будут выпускать и разрабатывать такие инновационные продукты, которых нет ни у кого, что, собственно, происходит и по сей день. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы с вами поболтали о российских брендах косметики, инструментах, в общем, о российских бьюти-брендах. Меня, честно говоря, берет гордость. Я наконец-то поняла, что не только у нас тушь ленинградская и крем-балет, а у нас все на самом деле очень круто. И многие те средства, которые я сегодня упомянула, они обрели широкую популярность не только в России, но и далеко за ее пределами. Вот, например, те русскоязычные мейкап-мастера, которые работают в Нью-Йорке, уже просто затарились на два года вперед множеством продуктов, и уже ознакомили и заразили своих американских коллег, и все уже слагают легенды о том, как в России круто производят косметику. Правда, это странно звучит, мне тоже так казалось, но нет, нам нужно немножечко эту парадигму менять. На самом деле мы могем, когда хочем. Вот, поэтому я вас благодарю за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь со своими друзьями. Обязательно напишите в комментариях, как вы относитесь к российским брендам и пробовали ли вы что-нибудь из того, что я вам рассказала. Либо, может быть, я о чем-то забыла рассказать, и вы мне напомните. Давайте поболтаем и увидимся с вами в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok